Библиотека Александровская Книга необыкновенная, честно скажу. Меня прям зацепила и мою 8-летнюю дочку. То есть мы читали с огромным удовольствием. Книга про девочку-подростка и мальчика-подростка. Смотрите, это такая необычная обложка. То есть вот так вот если развернуть, то это будет девочка и мальчик, и посередине между ними собака. То есть это как связующий такой элемент между двумя этими подростками. Я думаю, что как родители, так и дети узнают себя в этих героях, потому что они переживают подростковые проблемы. Что я не такой, что меня не любят в школе, что что-то не так происходит. Как они со всем этим справляются, как они находят дружбу, как они преодолевают препятствия, вы можете узнать из этой книги. В Александровской всегда рады услышать мнение читателей и выполнить интересные литературные запросы. Библиотечные фонды открыты, и горожане могут самостоятельно выбирать книги в зале. Хотя по-прежнему можно заказать литературу по телефону. Все необходимое сотрудники библиотеки подберут и подготовят к выдаче. Художественная и развивающая литература, детские книги и научно-популярные журналы. Собрание библиотеки пополняется и обновляется. После сдачи книги продолжают выдерживать трехдневный карантин. Мы не упустили возможности узнать об итогах прошлого календарного года с читательской точки зрения. В ушедшем году, в 2020, наибольшей популярностью пользовались из отечественной литературы такие книги, как «Дети мои». Зулейха открывает глаза. Это автор Гузель Яхина. Из популярной литературы это «Юваль Ной Харари. Краткая история человечества и краткая история будущего». Для подростков сейчас самое популярное – это «Вафельное сердце» и «Дом из зеленого стекла». При соблюдении социальной дистанции и наличии уже привычных средств индивидуальной защиты, горожане могут проводить время в читальном и мультимедийном залах. Здесь можно полюбоваться небольшими и аккуратными временными выставками. Одна из них посвящена Международному дню кино и оформлена уникальными открытками из коллекции местного жителя. В скором времени эти материалы будут доступны для просмотра и в сети интернет. К сегодняшнему дню уже многие библиотечные сервисы продублированы в электронном виде. Был в частности библиотекой Зощенко запущен электронный читальный зал, где можно, не выходя из дома, также посмотреть все наши коллекции книжные, посмотреть, заказать книжку. Фонд, сейчас примерно наш фонд, насчитывает 35 тысяч экземпляров книг. 35 – это которые находятся именно в этом помещении библиотеки. А так наш фонд, он многократно увеличивается благодаря вот этим нашим ресурсам, ресурсам книгообмена с другими библиотеками, с нашей системой. То есть он практически не ограничен. Я желаю, чтобы эта история вот с этой эпидемией, с этой такой всемирной вот этой эпидемией, чтобы она скорее закончилась, все были здоровы и мы вернулись к нашей привычной жизни. Будьте здоровы и приходите в библиотеку.